И в продолжении темы. Только теперь о поддержке бизнеса. Какие меры в условиях новых антиковидных ограничений могут быть действенными? Дмитрий Белькевич расскажет. Наталья Демченко – участник круглого стола, посвященного мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии. Пришла не жаловаться, а делиться опытом. Несмотря на сложный 2020-й, она смогла не только удержать свое крестьянско-фермерское хозяйство на плаву, но и открыть новую доильную линию. Ее запустили нынешней весной. Сейчас планы у Натальи куда более грандиозные. Я хочу зациклить весь цикл, который у меня существует. То есть от рождения теленка до убоя и переработки. И производство вкусной, качественной продукции. На это понадобится около 100 миллионов рублей. Фермер рассчитывает получить грант. В своих силах уверена, тем более опыт уже есть. Все предыдущие начинания удалось реализовать именно благодаря такой поддержке. Просто нужно желание. Больше ничего не нужно. Желание и умение презентовать свою мысль, свою идею. Если правильно презентует человек и составляет бизнес-план, то ничего сложного нет. Большую долю средств Наталья получила по линии Минсельхоза. Но и региональный Минпромторг также готов оказывать помощь предприятиям малого и среднего предпринимательства. О видах и механизмах помощи пришедшим на мероприятие бизнесменам рассказал глава профильного регионального ведомства. В первую очередь основной мерой поддержки для бизнеса будет возможность работать. Мы постарались на уровне правительства региона принимать взвешенные и сбалансированные решения по ограничительным мерам для бизнеса. И постарались сделать это максимально комфортно и взвешенно. Безусловно, мы во всех своих решениях руководствовались требованиями Роспотребнадзора. По данным регионального министерства, бизнес активно пользуется и региональными, и федеральными мерами поддержки. Это и кредиты на выплату зарплаты, и займы под оборотные средства, а срочку платы налогов и арендной платы. По итогам прошлого года сумма средств, направленных на эти цели из бюджетов всех уровней, составила 28 миллиардов рублей. Дмитрий Белькевич, Константин Менин, Новости ОТС.